Это монолит. Не, ну и всех уже все равно проблемы. Нет, это старое, но все. В период санкций современные технологии в особой цене. Так, на Барнольском предприятии, которое выпускает продукцию для туризма, охоты и рыбалки, скоро внедрят производство для МЧС. Лодки, сумки и другие нужные вещи будут предлагать Центру Медкатастроф. Эта идея прорабатывается. А та продукция, что уже есть, востребована и даже в дефиците, говорят сотрудники. Но работать стало сложнее. Клей подорожал, фурнитура подорожала. И тем не менее, в этом году, по сравнению с прошлым, объем производства здесь вырос на 10-15%. Компания уже нашла ключи к программному обеспечению импортного оборудования. А когда нашли замену привычным зарубежным материалам, стоимость продукции откатили назад. Находим в Китае новых поставщиков, ведем с ними беседы, получаем оттуда образцы. Эти образцы у себя испытываем, у нас лаборатория есть. Дальше принимаем решения. И, в принципе, у нас ни одно из направлений сегодня не остановилось. Кстати, на качество изделий от китайских поставщиков здесь не жалуются. Во-первых, контролируют партнеров из Поднебесной, а во-вторых, работают с ними давно. По данным Минпрома, пять десятков предприятий края, которые обеспечивают подавляющее большинство регионального производства, нарастили объемы, пусть и на 6,5%. Сработали традиционно наши отрасли машиностроения, транспортного, сельхозмашиностроения. Более 100% показали объемы производства. По заводу АЗПИ, вы знаете, наше предприятие, которое сегодня очень важно для всей страны в плане импортозамещения, в плане производства топливной аппаратуры для таких предприятий, как КАМАЗ, группа ГАЗ, они вообще в полтора раза увеличили объемы производства. По словам министра, заказы у алтайских предприятий есть, а это обеспечивает развитие. К примеру, здесь активно внедряют роботизацию. В условиях дефицита кадров роботы сильно помогают, при этом без сокращения персонала. А еще одна тенденция времени – выход на маркетплейсы. Это предприятие уже осваивает новую площадку. Анастасия Драган, День с толком.